С 1 января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет россиянам отдельные меры поддержки, которые раньше назначали соцзащита и Роструд. Первые выплаты ПФР южноуральцы получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по графику проходит в феврале. Это касается ряда категорий. Это неработающие граждане, имеющие детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные лица, также инвалиды и дети-инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям, и военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых производится в органах Пенсионного фонда. Во втором полугодии 2022 года южноуральцы смогут подать заявление на предоставление мер поддержки через госуслуги. Пока запись ведется через отделение Пенсионного фонда и МФЦ. Три вида мер принимает многофункциональный центр. Я их назову. Это установление компенсации по ОСАГО инвалидам, владельцам транспортных средств, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка. Главная цель глобальных реформ – сократить время оформления выплат в два раза. Теперь рассмотрение заявлений займет от пяти до десяти рабочих дней. Столько же займет перечисление средств. Получить информацию по всем вопросам и ознакомиться с полным списком можно по справочному телефону ПФР по Челябинской области. Иван Наконичный, Илья Капелин, Урал-1.